Доброе утро! Хороший день начинается с нами. В эфире новости Лайт. Поехали! Чудесное спасение произошло накануне в Воронеже. Жители одного из домов по улице Ростовской услышали возле лестницы жалобный лай. Оказалось, что рабочие заделали дырку в тротуарной дорожке, а в каменном плену осталась собака. Во всех инстанциях, куда обратились люди, им сказали, что ничем помочь не могут. Тогда жители приступили к операции спасения четвероногого самостоятельно. Пушистую заложницу благополучно освободили. Выяснилось, что она еще и беременная. Теперь будущей маме с малышами ищут дом и хозяев, готовых приютить семейство. Археологи, возможно, нашли останки Моны Лизы, той самой женщины, которая изображена на знаменитой картине Леонардо да Винчи. Последние три года ученые искали монастырь, где провела свои последние годы Лиза Герардини. Именно она, по мнению большинства историков, и есть знаменитая Джаконда, улыбка которой по сей день будоражит наших современников. Для подтверждения своих догадок ученым необходимо сверить образцы ДНК с найденными ранее останками сына Герардини. Но уже сейчас научный мир почти не сомневается. Это она, Мона Лиза. В Омске появился свой шедевр. Как говорится, ослепили из того, что было. Заключенные одной из колоний собрали мини-трактор. Вдохновившись вырезками из старых журналов, парни за два месяца изготовили кузов. Двери, капоты и крылья были заимствованы со старых автомобилей. Работы по сварке и крепежу сделали сами осужденные. Двигатель собрали из запасных частей «Москвича», радиатор поставили от УАЗа, а коробку передач нашли в груди металлолома. Мини-трактор может разгоняться до 70 км в час и поднимать груз весом в тонну. И коротко о том, что приготовил понедельник для жителей Новосибирска, в 19.30 йога-центр «Живо» устроит бесплатный мастер-класс. Ждут тех, кто хочет исправить осанку, избавиться от вредных привычек, тревожного сна, утомляемости или просто хорошо провести время. А мечей приглашают познакомиться с историей искусств. Авторский курс Галины Черба стартует в 18.30. За 45 понедельников ученики пройдут путь от наскальных рисунков до Бэнкси, от Сикстинской Мадонны до Черного Квадрата. А в Челябинске впервые состоится международный форум свадебных специалистов. В нем примут участие более 5000 человек из шести стран. Встреча пройдет в формате телемоста. Это все. Больше новостей в вечернем выпуске. Пока.